В День Волги прошла уборка прибрежных территорий в восьми регионах страны. Активисты Молодой Гвардии собрали более 100 килограммов пластика, почти 250 килограммов стекла. В субботник входит масштабный проект «Спасай планету». Подробнее об экологической акции в условиях пандемии расскажет Юлия Шустрая. День Волги не как повод отметить, а как повод задуматься об экологии. Активисты Молодой Гвардии Единой России уже не первый год проводят особые субботники на берегу Великой Русской реки, например, в Ульяновске. Каждый вечер здесь собирается большое количество людей и очень хочется, чтобы эта территория сохранялась в чистом виде. Потому что сегодня мы уберемся, приедем завтра, эта территория снова будет в таком же состоянии, по большой сути, как и сегодня. В этом году в восьми регионах, где протекает Волга, уже прошла уборка прибрежных территорий. Волонтеры собрали 103 килограмма пластика, 247 килограмм стекла и свыше 400 пакетов с различным мусором, объемом по 60 литров каждый. Это подсчеты только по рассортированному мусору. Общие цифры намного больше. Люди здесь ходят, купаются и очень приятно смотреть на весь этот мусор. Хочется наслаждаться природой, свежим воздухом. День Волги – только один из этапов масштабной экологической акции «Спасай планету». После 20 мая они продолжатся. Волонтеры по всей стране будут наводить порядок на берегах рек и в лесополосах. Там, где чаще всего отдыхают люди. В Московской области, например, несмотря на то, что здесь не протекает Волга, акция уже прошла. Это наша уже стала доброй традицией. И я думаю, что судя по тому, что количество участников растет, нас это радует. И мы понимаем, что действительно сейчас особенно это актуально. Прежим самозаляться, все соскучились, давно не видели. Мы соблюдаем все меры предосторожности. Такие акции не несут никакой опасности в период пандемии, считают организаторы. Ведь размеры убираемых территорий позволяют не просто соблюдать дистанцию, а даже вовсе не встречаться. Исходя из всех рекомендаций Министерства здравоохранения, экипированы перчатками, масками, держат максимальную дистанцию друг от друга. Где-то даже они не встречаются, потому что береговая линия и лесополосы очень широкие. Проект «Спасай планету» от молодой гвардии «Единой России» — это не только подобные субботники. Среди мероприятий восстановление зеленых насаждений, сбор макулатуры, эколого-просветительская деятельность, акции по раздельному сбору мусора и многое другое. С каждым годом тех, кто присоединяется к волонтерам, все больше. Юлия Шустрая, Вести. Во время карантина в некоторых странах выросло число жалоб на агрессию.